В Наринмаре впервые в истории прошли соревнования по любительскому автослалому. Их организатором выступило молодежное движение «Адреналин Нау». Участники должны были максимально быстро пройти извилистую трассу, обозначенную конусами. Показать свои навыки вождения решили с порядка 20 человек. Это владельцы абсолютно разных автомобилей, внедорожников, седанов и универсалов. Ну а самой необычной машиной конкурса стал 50-летний ГАЗ-21 в простонародье «Волга». Все подробности прямо сейчас. «Восьмерка», «Змейка», «Крутые развороты», «Повороты» и многое другое. Эти задания участники соревнований должны были пройти на время и в ограниченном пространстве. Маршрут получился в меру сложным и проходил на асфальтированной площадке рядом со зданием Центра арктического туризма. В целом мероприятие прошло очень хорошо, в целом прошло все гладко. Это была самая главная задача, наверное, с моей стороны, со стороны турцентра. А все организовать так, чтобы не было никаких нюансов, никаких, самое главное, травм. Все прошло просто безупречно. Никто не пострадал, ни одна машина никакие повреждения не получила. Организатором первого в истории региона автослалома выступило молодежное движение «Адреналин НАУ». Его руководитель Андрей Фролков давно вынашивал идею подобных соревнований, поскольку сам занимался автослаломом и картингом. Захотелось развивать автоспорт в городе. Хотел это делать давно, планировал. Были помехи, сложности. В итоге я собрался, сделал, подтянул людей, нашел место. Большое спасибо администрации турцентра. Помогли. Машины поделили на три класса в зависимости от привода. Полный, передний и задний. Во всех категориях участников набралось порядка 20. Из них всего две девушки. Алена Людвиг – автолюбитель со стажем. За рулем чувствует себя уверенно, и трасса показалась ей более чем легкой. На самом деле я думала, что там для внедорожников будет какая-то отдельная трасса. Мы поездим по лесу, по тундре погоняем. На самом деле, чтобы действительно для внедорожников было что-то такое динамичное, захватывающее. С кучей грязи там, ну, такое что-нибудь захватывающее. Но на площадке, на площадке, по большому счету, разница для внедорожников полного привода, за исключением редких автомобилей, которые были там пенсионного возраста или лифтованное, то, как бы, в принципе, все в равных условиях. Условия и в самом деле для всех одинаковые. Наличие собственного автомобиля, водительского удостоверения и страховки. Впрочем, двое участников регистрацию не прошли. Возникли проблемы с документами. У меня было небольшое опасение, я несколько раз задал эти вопросы насчет безопасности, что это не будут ралли на скорость, а именно на мастерство вождения. Они мне заверили, что ничего подобного не будет, ну, исходя из условий соревнований и технической подготовки автомобиля. И сегодня я убедил, что действительно все это достаточно безопасно, если участники соревнований соблюдают правила. Этим летом в Центре арктического туризма проходит целая серия мероприятий, и автослалом одно из таких событий. Основная цель – популяризация автомобильного спорта в Наринмаре, пропаганда безопасного вождения на дорогах и здорового образа жизни. Уже этой осенью организаторы планируют провести еще одни подобные соревнования. В будущем я бы хотел провести такие мероприятия не раз в году. Я думаю, может быть, осенью можно провести, когда больше жителей вернется из отпусков, и будет больше автомобилей, сделать это мероприятие помасштабнее. Может быть, несколько этапов, несколько разных соревнований и развлечений для малышей. По итогам соревнований лучшее время в трех категориях показали Константин Крючков, Юрий Юшманов и Дмитрий Дышаков. Последнему участнику принадлежит еще и рекорд трассы. Он прошел круг за 32 с небольшим секунды. Среди женщин первое место взяла Ксения Вокуева. Помимо прочего, отдельным призом зрительских симпатий был награжден раритетный автомобиль «ГАЗ-21 «Болга». Александра Литкова, Владимир Рожин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Продолжение следует...